Здравствуйте, уважаемые слушатели! Большое спасибо вам за участие в мероприятии. Мы сейчас с вами вкратце поговорим о налогообложении в Швейцарии. Здравствуйте! Для начала я представлюсь. Меня зовут Юрий Кудрявцев. У меня более 10 лет опыта в налогообложении физических и юридических лиц в Швейцарии. Я сопровождаю своих клиентов по различным вопросам, в том числе связанным с текущим налогообложением, с налоговой оптимизацией в рамках вопросов споров с налоговыми органами и в связи с согласованием предварительных решений с налоговыми администрациями, которые у нас называются также рулингами. Мы сейчас с вами обсудим основные характеристики налогообложения физических и юридических лиц и начнем мы с вами с физических лиц. Налогообложение физических лиц в Швейцарии происходит на основании общемировых доходов и общемирового имущества. Ставки налога на доход и имущества в Швейцарии прогрессивные. Ставка максимальная налога на доход доходит до 45%, но она зависит от кантона. В данном случае 45% это максимальная ставка в кантоне Женевы. Есть кантоны, в которых ставки более интересные, например, кантон ЦУГ, где максимальная ставка налога на доход достигает примерно 25%. Достаточно часто я слышу от российских граждан, что так и так у вас очень большие ставки, 45%, поэтому по значительному в России ставка 13% или 15%. Но на самом деле я вам скажу следующее. Если мы возьмем средний российский доход и положим его на швейцарские ставки, ставка налога будет близка к 0%. 45% это ставка налогоблажения на достаточно большой доход, ввиду прогрессивности ставок. Налог на имущество также достигает до 1% в кантоне Женевы, который является одним из самых дорогих кантонов в плане налогоблажения в Швейцарии. Помимо этого есть прочие налоги, налог на дарение и наследство. Эти налоги похожи, они зависят от кантона и от режима налогоблажения. По поводу режимов налогоблажения мы с вами поговорим немножко более детально дальше. В большинстве кантонов в Швейцарии нет налога на наследство и дарение между родителями и детьми, то есть по прямой линии. Помимо этого возможны какие-то местные сборы в разных кантонах в зависимости от места жительства. В некоторых кантонах есть туристический сбор, в некоторых кантонах есть сбор на утилизацию мусора и так далее. И также есть еще большая группа налогов, которые связаны с недвижимостью. То есть это кадастровый налог, который уплачивается ежегодно. Чтобы дать пример, например, в кантоне Женева кадастровый налог достигает 0,1%. Ежегодный налог, который платится на налоговую стоимость недвижимости, которая равна, как правило, стоимости покупки. Есть налог на переход права собственности. Как правило, этот налог уплачивается лицом, который приобретает недвижимость. Ставка в большинстве кантонов достигает 3%. И есть налог на прибыль с продажи недвижимости, который уплачивается продавцом. Часто ставки зависят от срока владения недвижимостью. чем дольше владение недвижимостью, тем ставка налога на прибыль с продажи недвижимости ниже. То есть, например, в Кантоне Женева при владении недвижимостью в течение срока более 25 лет ставка может быть снижена до 0%. Особенности налоговой системы в Швейцарии заключаются в том, что, во-первых, в Швейцарии нет налогообложения при рост капитала, то есть нет налога на продажу движимого имущества. И также есть специфический тип налогообложения, который называется паушальное налогообложение. Мы поговорим о этих двух особенностях дальше немножко более детально. Естественно, чтобы облагаться в Швейцарии, в первую очередь, как правило, надо стать налоговым резидентом. На критерии налогового резидентства в Швейцарии они более-менее стандартные, то есть это местонахождение в Швейцарии с работой или без работы в течение определенного срока. Но в 99% случаев, наверное, все-таки люди становятся швейцарскими налоговыми резидентами при получении вида на жительство. Вид на жительство автоматически приравнивается к центру жизненных интересов. То есть иметь вид на жительство в Швейцарии и не иметь центра жизненных интересов в Швейцарии практически невозможно. Для неграждан Швейцарии есть два варианта налогообложения. Это стандартное налогообложение и так называемое паушальное налогообложение. При этом паушальное налогообложение само по себе является основанием для получения вида на жительство. Давайте начнем с вами с особенностей стандартного налогообложения. В первую очередь, что нужно заметить в рамках стандартного налогообложения, это то, что в Швейцарии полностью отсутствует налог на прирост капитала. Типичный случай – это когда налоговый резидент Швейцарии продает акции своей частной компании к какому-то третьему физическому лицу и получает доход. Этот доход не подлежит налогу на доход ввиду внутреннего законодательства в Швейцарии. Здесь не требуется какой-то особый налоговый статус. Это действует абсолютно для всех швейцарских налоговых резидентов. При этом Швейцария заключила более 100 конвенций об избежании двойного налогообложения с различными странами. То есть, если человек является налоговым резидентом в Швейцарии и он продает движимое участие в другой стране, как правило, согласно конвенции, право облагать возникает только у Швейцарии. И Швейцария в данном случае не использует это право. Она не облагает налогом на доход, полученный доход от продажи актива. Исключение на это правило – это, в первую очередь, недвижимость, которая, как мы уже видели с вами, облагается специальным налогом на доход от продажи недвижимости. Кому могут быть интересны правила об отсутствии налогообложения и продавательства капитала? Ну, в первую очередь, естественно, это лица с высокой зарплатой, это топ-менеджеры, это лица, которые управляют крупными компаниями, которыми владеют фонды, это также собственники крупных компаний, которые готовятся к их продаже. Это особенность швейцарского законодательства, она является все-таки, наверное, одним из основных способов налогового планирования для топ-менеджеров и для лиц с высокой зарплатой. Под это правило попадают практически все активы, кроме недвижимости, то есть акции, ценные бумаги, интеллектуальная собственность, объекты искусства. То есть практически все активы, которые можно придумать, они попадают под вот это исключение освобождения от налога, от продажи актива. Естественно, есть исключения на основное правило, как и на большинство правил в налоговом законодательстве, то есть в первую очередь исключения, они касаются продажу компаний, другим компаниям, то есть не физическим лицам. В отдельных случаях возможна переквалификация дохода от продажи дальних движимых активов, как правило, в дивиденд. Также в некоторых случаях налоговые органы производят переквалификацию налога от продажи движимого имущества в доход от предпринимательской деятельности. То есть в данном случае каждая сделка, как правило, анализируется отдельно, и в первую очередь риск квалификации в качестве индивидуального предпринимателя возникает у тех лиц, которые осуществляют все-таки периодическую деятельность с покупкой и продажей ценных бумаг. В первую очередь это трейдеры, которые играют на рынке ценных бумаг, также лица, которые производят периодические сделки с недвижимостью, они могут также попасть под переквалификацию. И помимо этого, если компания владеет недвижимостью, если продавец продает акции компании, в отдельных случаях налоговые органы говорят, что продажа акций компании, которая владеет недвижимостью в кантоне, она все-таки должна быть расценена абсолютно так же, как продажа недвижимости. То есть они могут все-таки взять в отдельных случаях налог на доход от продажи недвижимости вместо освобождения сделки от любых налогов. Помимо отсутствия налога на продажу движимого имущества, в Швейцарии также есть иные способы оптимизации. Конкретный способ оптимизации налогообложения, он зависит от местнохождения налогоплательщика, от того, какие доходы у него есть, какое имущество у него есть. Нередко мы используем, например, пенсионные фонды швейцарские для улучшения налогообложения швейцарских резидентов. Для экспатов, которые работают за рубежом, возможно применение конвенции об избежании двойного налогообложения для освобождения определенных доходов от налогообложения в Швейцарии. В некоторых случаях мы используем зарубежные товарищества. Также следует упомянуть, что дивиденды от квалифицированных для участия в компаниях от 10% и больше, они облагаются частично. И есть определенные способы оптимизации также налога на имущество. Например, кантон Женева является единственным кантоном, который не взимает налог на имущество на объекты искусства. Если человек владеет компаниями, акции которых не котируются, в определенных случаях возможна оптимизация оценки для налога на имущество. И стандартными инструментами планирования являются трасты, фонды и то, что мы называем в Швейцарии налоговый щит. Это определенный способ снижения налога на имущество для налогоплательщиков, у которых имущество вставляет определенную сумму и доходы по которым достаточно невелики. Далее мы с вами перейдем на паушальное налогообложение. Во-первых, что следует знать о паушальном налогообложении? Это налогообложение швейцарского налогового резидента на основании не его доходов, а на основании его общемировых расходов. То есть данный вид налогообложения является специфичным весьма. Сумма расходов согласовывается заранее налоговой администрации, и она является более-менее фиксированной. Минимальная сумма налогообложения зависит от гражданства человека, который претендует на паушальное налогообложение и существенно отличается для граждан Евросоюза и для неграждан Евросоюза. То есть вы видите здесь, что минимальная база налогообложения для граждан ЕС, она оставляет примерно 400 тысяч фрагов, для неграждан ЕС приблизительно 800 тысяч фрагов. Почему такая разница? Разница вызвана миграционным законодательством, потому что миграционное законодательство швейцарское позволяет получить швейцарский вид на жительство для неграждан ЕС в случае, если у Швейцарии есть существенный экономический интерес для того, чтобы они приезжали в Швейцарию и получали вид на жительство. На практике это означает, что минимальная база налогообложения паушальное, она примерно умножается на 2 для неграждан ЕС. В прошлом некоторые граждане, например, Российской Федерации, они пытались получить изначально гражданство какой-либо европейской страны и въезжать уже как европейцы в Швейцарию с более низкой базой налогообложения. Сейчас, естественно, это тоже возможно, все упирается в вопрос получения гражданства в стране ЕС, если у лица есть такая возможность, естественно, он может ехать в Швейцарию и претендовать на более низкое налогообложение. Минимальный налог, исходя из этой базы налогообложения, для граждан ЕС составляет в зависимости от кантона примерно 110-180 тысяч франков в год и для неграждан ЕС примерно 210-450 тысяч франков в год. В чем преимущество паушального налогообложения по сравнению с стандартным налогообложением? Ну, в первую очередь, это то, что человек полностью освобождается от обязательства декларировать и платить налоги на его зарубежные доходы и на его зарубежные имущества. Время нахождения на паушальном налогообложении, оно не ограничено, то есть человек может находиться достаточно долго. Можно, например, привести пример создателя Икеи, который жил больше 30 лет в кантоне ВО, в соседнем кантоне, и который облагался на основании паушального налогообложения. То есть здесь данный вид налогообложения дает определенную стабильность человеку, который приезжает, и большой плюс – он дает право на получение вид на жительство не только для него, но также для супруга и для несовершеннолетних детей, которые могут также бежать в Швейцарию. Также данный вид налогообложения дает возможность использования конвенций. Об этом мы поговорим немножко более детально далее. Мы с вами посмотрели, какая минимальная база налогообложения для паушальных налогоплательщиков, но в зависимости от ситуации данная минимальная база, она может быть немножко увеличена или сильно увеличена. То есть в первую очередь каждый год налогоплательщик, который находится на паушальном налогообложении Швейцарии, он все-таки подает налоговую декларацию, в которую он указывает в первую очередь его швейцарские активы и швейцарские доходы из швейцарских услуг и источников. Если данные активы и данные доходы из швейцарских источников являются существенными, возможно повышение паушальной базы, возможно повышение налогообложения. Это то, что нужно и можно мониторить заранее, еще даже до въезда в Швейцарию. Часто паушальная база в первую очередь зависит от недвижимости, которую человек приобретает в Швейцарии. Когда человек въезжает, он все-таки примерно представляет, какой объект он будет покупать, и можно посмотреть, как этот объект может повлиять на дальнейшее паушальное налогообложение. И помимо этого база налогообложения может быть повышена в случае запроса применения конвенции. То есть если швейцарский налоговый резидент просит применить конвенцию об избежании двойного налогообложения с другим государством, в этом случае налог, в этом случае доход, для которого требуется применение конвенции, он включается в налоговую облагаемую базу в Швейцарии. То есть, например, если человек получает дивиденд от компании за рубежом и требует снизить налог на источник в стране, из которой платится дивиденд, компания, находящаяся в которой платит дивиденд, в этом случае он обязан показать этот дивиденд в своей швейцарской налоговой декларации и, возможно, заплатить налог. Но, например, в случае с продажей движимого имущества налог на прирост капитала в Швейцарии не возникает, в конвенции вполне спокойно применяются без увеличения паушального налогообложения. Все эти элементы могут быть оценены предварительно, и предварительно может быть сделана оценка того, увеличат ли они как-либо налогооблагаемую базу или нет. Если мы с вами посмотрим на карту Швейцарии, здесь вы увидите красным те кантоны, где паушальное налогообложение получить невозможно, то есть оно было отменено. Остальные кантоны, которые отмечены зеленым, в них получение паушального налогообложения возможно. В первую очередь нельзя получить паушальное налогообложение в кантоне Цурих. Это тот кантон, о котором чаще всего спрашивают. Такой возможности просто нет в законодательстве Цуриха больше. Но, естественно, можно получить в других популярных кантонах. В первую очередь популярные кантоны, которые находятся на юге Швейцарии. Это вы видите в нижнем левом углу кантон Женева. Потом чуть правее кантон Вор, чуть правее кантон Вале, Тичина и Гризон. Это кантоны, которые являются наиболее востребованными для лиц, которые едут на паушальное налогообложение в Швейцарии. У каждого кантона есть свои плюсы и минусы. Часто мои клиенты мне задают вопросы. Насколько вот этот специфический швейцарский способ налогообложения, паушальное налогообложение, насколько оно принимается другими странами. Не оспаривают ли они этот вид налогообложения, насколько он является совместимым с международным законодательством. В первую очередь надо заметить, что данный вид налогообложения, он имеет практически 150 лет истории. Он появился в кантоне ВО. И все другие страны, с которыми Швейцария имеет конвенция, избежая нового налогообложения, они отлично знают, что данный вид налогообложения существует в Швейцарии. Отмена данного вида налогообложения не планируется, кроме тех кантонов, которые мы видели на предыдущем слайде. Чтобы попасть на паушальное налогообложение в Швейцарии, нужно соблюдать некоторые условия. В первую очередь это отсутствие швейцарского гражданства. Лицо должно объезжать первый раз за последние 10 лет. Но на практике, если человек уже был на паушальном налогообложении и выехал за пределы Швейцарии, допустим, меньший срок. То есть, если человек уже был на паушальном налогообложении, он выезжает за пределы Швейцарии, например, на 3-4 года. После этого он может въехать опять на паушальное налогообложение в тот же кантон или в другой кантон без каких-либо проблем. И данное налогообложение предусматривает полный запрет на работу на территории Швейцарии. И здесь имеется в виду как работа по найму, то есть, например, должность директора в своей собственной компании, как правило, она не разрешается. Но также еще осуществление предпринимательской деятельности. То есть, если лицо в его приезжает в Швейцарию, формально не работает, но по факту начинает, например, активно покупать, продавать ценные бумаги, по факту является индивидуальным предпринимателем, который реализует доход от периодической деятельности на территории Швейцарии, в этом случае он рискует потерять паушальное налогообложение и даже, возможно, вид на жительство. То есть, запрет на работу на территории Швейцарии – это условие, которое соблюдается весьма строго. Ну, если мы с вами подведем итоги, то можно сделать вывод, что паушальное налогообложение все-таки позволяет существенно сэкономить налоги физических лиц, у которых есть высокий уровень дохода за рубежом. И стандартное налогообложение, оно тоже может быть интересно в отдельных случаях, в первую очередь, ввиду того, что отсутствуют налоги на прирост капитала. Так что мы с вами перейдем к налогообложению юридических лиц. Ну, для юридических лиц налоги, они более-менее стандартные, в первую очередь, это налог на прибыль. Мы посмотрим его более детально на следующих слайдах. Налог на капитал. Налог на капитал в Швейцарии, ввиду недавних проведенных реформ, является своего рода минимальным налогом, ввиду того, что большинство кантонов сейчас предусматривают возможность зачет налога на прибыль, счет налога на капитал. То есть налог на капитал платится только, если у компании нет прибыли, как правило. Налог у источника в Швейцарии взимается только на дивиденды и проценты. Мы также осмотрим этот налог более детально на следующих слайдах. И, естественно, есть прочие налоги, в первую очередь, от НДС, гербовые сборы, налоги, которые связаны с недвижимостью, есть специфический налог, который называется телерадиосбор, который зависит от оборудования компании, и иные налоги. Если мы с вами поговорим о особенностях швейцарской налоговой системы, здесь, в первую очередь, надо упомянуть то, что по сравнению с другими европейскими юрисдикциями главный плюс в Швейцарии – это отсутствие правил КИК, отсутствие директив от АД, поскольку Швейцария не входит в Евросоюз. То есть нет ограничений на вычет процентов, которые платят с третьим лицом, нет антигибридных правил. Далее мы посмотрим с вами основные особенности налоговой системы. В первую очередь, ставка налог на прибыль, которая является весьма низкой, если сравнивать с другими европейскими странами. Средняя ставка по Швейцарии составляет от 13 до 15%. Она варьируется от кантона к кантону. Максимальная ставка – это кантон Цурих. И минимальная на данный момент – это кантон ЦУГа. То есть максимально 19,7%, минимальная – примерно 11,9%. Здесь посередине вы видите кантон Женева, например, который существенно снизил ставку корпоративного налогообложения, начиная с 2020 года. Раньше ставка в кантоне Женева была наибольшей в Швейцарии, раньше было 24,17%, теперь, как вы видите, 14%. То есть снижение было весьма существенным. Также в Швейцарии есть возможность в определенных пределах оптимизировать момент налогообложения прибыли ввиду особенностей правила ведения бухгалтерской отчетности. Есть возможность вычета убытков за последние 7 лет из налога на прибыль, из прибыли компании, для расчета налога на прибыль. И во многих кантонах, как я уже говорил, налог на прибыль засчитывается в счет уплаты налога на капитал. Прочие плюсы в Швейцарии. Для компаний, которые начинают свою деятельность в Швейцарии, но которые уже имели деятельность за рубежом, одним из основных плюсов, основной мерой оптимизации является так называемый иммиграционный степ-ап. То есть поясню, что это значит. Если есть готовый бизнес, который переводится в Швейцарию, и есть возможность оценить этот бизнес, швейцарские налоговые администрации готовы учесть стоимость этого бизнеса для расчета дальнейших налогов. То есть стоимость этого готового бизнеса, который переносится на территорию Швейцарии, он формирует так называемый теоретический актив, который учитывается только в реестре налоговой администрации. И каждый год после переноса деятельности в Швейцарию из прибыли компании отнимается 10% от стоимости этого актива. То есть амортизация вот этого теоретического актива, который представляет собой стоимость компании, которая была создана за рубежом, она никак не отражается в отчетности, она позволяет на практике компании не платить налоги в течение практически 10 лет. То есть в зависимости от ситуации, можно прийти практически к полному отсутствию налога в течение 10 лет. Также есть прочие меры интересные в Швейцарии, например, патентбокс и сверхвычерта расходов на разработку. Данные меры в первую очередь применяются к компаниям, которые имеют свою деятельность на территории Швейцарии, то есть действительно на территории Швейцарии ведутся какие-то исследования, какая-то разработка. Если разработка идет за рубежом, к сожалению, применение данных мер невозможно в связи с тем, что Швейцария, как и многие страны, сейчас применяет международный подход, который называется Nexus Approach, то есть в первую очередь вычет представляется компаниям, которые реализуют разработку на территории страны, где они находятся. В платильных случаях есть возможность получить налоговые каникулы, но это требует достаточно существенных инвестиций в швейцарскую экономику и создание множества мест в определенных регионах. Налоговые каникулы представляются по запросу и действуют, как правило, до 10 лет. Если мы поговорим немножко более подробно о налоге на источник, мы видим, что ставки достаточно высокие в Швейцарии, 35% ставка налога на дивиденд и на проценты по облигациям, но при этом Швейцария заключила более 100 конвенций и возможно создание структур, которые позволяют снизить ставки налога на источник. Швейцарцы имеют свое представление того, как определить, является ли бенефицар процентов или дивиденд эффективным бенефицаром и имеет возможность претендовать на использование заключенных конвенций. Но данная практика сложилась в течение многих лет, то есть она нам понятна и нам понятно, как можно оптимизировать структуру держания, если у человека, например, есть зарубежные компании, если он создает холдинговую компанию за рубежом, какая должна быть минимальная субстанция для того, чтобы налоговая администрация Швейцарии согласилась на применение сниженной ставки. Например, достаточно часто используются холдинговые компании в Люксембурге, между Швейцарией и Люксембургом налог на источник составляет 0%, то есть снижение в зависимости от ситуации, оно возможно, то есть 35% это ставка максимальная, которая может применяться налог на источник. Помимо этого, для некоторых компаний есть смысл создавать постоянное представительство в Швейцарии, то есть иметь местонахождение самой компании, место управления компанией за рубежом, в Швейцарии иметь только постоянное представительство, но это не подлежит налогу на источник, Данный способ оптимизации часто применяется в случае покупки недвижимости в Швейцарии, что в комбинации с низкими ставками налога на прибыль являются весьма интересной инвестицией в наши дни. Если мы поговорим о прочих налогах, то в первую очередь это НДС. В Швейцарии весьма низкие ставки, стандартная ставка составляет всего 7,7%. Налог на капитал, о котором мы с вами уже вкратце поговорили. В Швейцарии также есть гербовый сбор на взносы в компанию, то есть когда создается компания и вносится в нее уставный капитал, данный уставный капитал подлежит гербовому сбору в размере 1%, но при этом есть вычет франшизы в размере 1 миллиона франков. И помимо этого есть множество исключений в законодательстве, которые в зависимости от ситуации могут приводить к тому, что гербовый сбор на взносы в компанию не взимается вообще. В Швейцарии есть еще гербовый сбор на продажу ценных бумаг, он взимается на уровне так называемых коммерсантов ценных бумаг, то есть компаний, которые либо производят периодическую покупку-продажу ценных бумаг, либо владеют ценными бумагами на сумму более 10 миллионов франков. И есть налоги, которые связаны с недвижимостью, мы с вами также вкратце их уже немного посмотрели. Если говорить о грядущих изменениях, в Швейцарии в первую очередь планируется ввести судовой налог, то есть это налог, который призван заменить налог на прибыль для судоходных компаний, и он позволит в перспективе весьма существенно оптимизировать налог на прибыль для данного типа компаний. Налог будет рассчитываться, скорее всего, на основании веса перевезенных грузов, и это будет своеобразный режим, который будет действовать до 10 лет. То есть это будет непостоянный вид налогообложения компании, это будет все-таки какой-то вид налогообложения, который будет предусматривать определенный максимальный срок. Пока что швейцарский парламент еще обсуждает законопроект, и введение законопроекта не планируется ранее 2024 года. И помимо этого в Швейцарии идет также реформа налога на источник. Данная реформа имеет свою цель отменить налог на источник в размере 35% на проценты, которые платятся по облигациям, а также гербовый сбор на транзакции с облигацией. Данная отмена признана улучшить финансовое положение крупных групп компаний в Швейцарии, поскольку на сегодняшний день привлечение финансирования напрямую этими группами весьма затруднительно. Нередко группы компаний прибегают к получению финансирования из-за рубежа путем создания компаний за рубежом, которые уже за рубежом выпускают облигации в первую очередь из-за того, что в Швейцарии есть налогный источник по размеру 35%. Срок отмены налога на источник на облигации и гербового сбора на транзакции с облигацией планируется примерно в 2023 году. Данный проект обсуждается сейчас в парламенте и обсуждение займет приблизительно два года. В принципе, по налогообложению юридических лиц все. На экране вы видите QR-код, по нему вы сможете скачать определенный гайдлайн по Швейцарии, то есть краткую памятку, которая позволит вам вспомнить то, о чем мы с вами говорили, и немножко вас направить в нужное направление. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, вы можете их задавать оффлайн, и также я вижу, что еще есть несколько вопросов, которые нам поступило через онлайн-систему. Первый вопрос от Надежды. Надежда спрашивает. Добрый день. По вашему опыту, какие шансы оспорить по реквалификации, в каком порядке это производится? Я так понимаю, что этот вопрос относится к переквалификации прироста капитала при продаже движимых активов физическими лицами, и вопрос от Надежды касается того, как можно оспорить. В первую очередь, естественно, нужно не оспаривать, нужно сделать правильное налоговое планирование, чтобы избежать случаев, при которых налоговые органы начнут задавать вопросы касательно того, является ли действительно доход от продажи движимого имущества доходом от продажи движимого имущества и никаким иным доходом. Переквалификацию, естественно, если она уже произошла, можно оспаривать, если на то есть основания. Срок оспаривания – это 30 дней после получения решения налогообложения. После этого, как правило, оспорить уже что-либо сложно, но здесь надо конкретно смотреть каждый случай. Вопрос от Сергея. Здравствуйте. Какие риски, что соглашение с Россией тоже будет пересмотрено по аналогии с Кипром, Нидерландами и КО? Это интересный вопрос, на самом деле, потому что совсем недавно у меня был разговор с представителями швейцарской канцелярии, конкретно с людьми, которые ответственны за согласование, соглашение между Россией и Швейцарией. Дело в том, что, несмотря на то, что ситуацию они мониторят, они знают, что соглашение с Кипром и с Нидерландами было изменено, на текущий момент, буквально неделю-десять дней назад, они мне сообщили, что не получали никакого официального запроса от России касательно пересмотра соглашения о налогообложении между Швейцарией и Россией. То есть они мониторят ситуацию из прессы, и в прессе, к своему удивлению, я видел, что некоторые даже официальные представители России говорят, что переговоры со Швейцарией идут сложно. Со швейцарской стороны переговоры даже еще не начались. Я это знаю от первых лиц. Пока что еще вопрос даже не вставал. Если он встанет, скорее всего, речь будет все-таки идти только об увеличении ставки налога на дивиденды и на проценты, вряд ли о каких-либо еще диспозициях. И, учитывая мой опыт работы в Швейцарии, я исхожу из того, что, скорее всего, соглашение, оно все-таки будет, если оно будет подлежать изменению, если Россия это потребует, ставка будет увеличена. Но, на мой взгляд, крайне маловероятно, что соглашение будет расторгнуто. То есть лучше иметь соглашение с более высокими ставками, чем не иметь соглашения вообще. Следующий вопрос. Можно конкретный пример, когда оплата налога на прибыль зачитывается в счет уплаты налога на капитал, пожалуйста, с простыми цифрами. Спасибо. Если привести простые цифры, возьмем, к примеру, Кантона Женева, ставка налога на капитал, она составляет в случае наличия прибыли, если я не ошибаюсь, 0,18%. То есть если капитал у компании 1 миллион франков, то налог на капитал составляет 1800 франков в год. На текущий момент еще пока нет возможности полного зачета налога на прибыль в счет налога на капитал, но эта возможность должна появиться, начиная, если я не ошибаюсь, с 2024 года, потому что данная возможность, она будет прогрессивна. С 2024 года, к примеру, если у компании будет прибыль тоже миллион франков, у нее будет налог на прибыль 14%, 14% на миллион франков, это получается 140 тысяч франков, поскольку 140 тысяч франков больше, чем 1800 франков налог на капитал, этот налог на капитал полностью отменяется. Компания платит только налог на прибыль в размере 140 тысяч. Я надеюсь, что ответил на этот вопрос. И последний вопрос. Юрий, добрый день. Какова судьба тоннедж-такс? Ведут его или нет? Ну, собственно, мне кажется, я говорил об этом на последнем слайде. То есть, судовой налог, тоннедж-такс, о котором вы спрашиваете, вполне возможно, что его введут. Вряд ли это произойдет ранее 2024 года. Швейцарцы не видят причин на данном этапе его не вводить, потому что множество европейских стран, в том числе, применяют этот налог. Вряд ли он будет как-либо оспорен на международном уровне. Но детали налогообложения пока что еще не ясны. То есть, дискуссии касательно того, как он будет применяться, как будет применяться этот налог, они пока еще находятся на достаточно зачаточной стадии. Ввиду того, что в Швейцарии совсем недавно прошла большая реформа корпоративного налогообложения, и все остальные проекты стояли на паузе. Сейчас вот они начинают идти вперед, но пока что у нас еще нет детального понимания, как этот налог будет работать. По вопросам, которые я получил онлайн, в принципе, все. Если у вас есть иные вопросы, пожалуйста, задавайте их в режиме оффлайн. Координаты вы видите на вашем экране. Я думаю, по швейцарскому налогообложению у меня все. Всем большое, Юрий. Даже в чате люди пишут, что очень классный доклад. Спасибо вам большое. Поэтому благодарим. И напоминаю, что если у кого-то будут еще какие-то вопросы, вы сможете на почту отправлять. И уже далее в индивидуальном формате будем с вами работать. Юрий, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...